я обращаюсь ко всем у нас теперь есть бусти в чатике появляется ссылка она в описании вы можете подписаться по разным тарификациям подписываться на бусти поддерживайте нас не стесняйтесь худшие игры разочарования 2020 года из xbt games ну что будешь смотреть этих двух придурков с камеры из беларуси а чё там у них вышло эти разочарования 22 года да нафига их смотреть они постоянно во всем разочаровываются они вечно все засирают и постоянно ноют у них думать в вас от израил цветастый у них году фор душный у них тарков смотрел его обзор с 2009 знаешь что никогда ничего нормального не было как готики от ночь готика параша просто готика я не понимаю вообще почему она за хайпилась то есть когда выходила готика выходила morrowind и morrowind типа просто интереснее готика ни о чем не не какущая с каким-то вообще нелепым сюжетом с каким-то там демоном и прочим вообще странно типа реально готика для отставок она тоже вот этим флером быдлячество давала я среди тарков не играл поэтому не сложно сказать хорошая она лет тупой и для тупых они как-то еще говорили что в last of us 2 и не нужно самое смешное что они выложили нарезку своих скетчей типа под новый год эпи эпи не нужно я тебе говорю они постоянно во всем ошибаются и вот сейчас мы будем смотреть их ролик я буду ставить на паузу и объяснять в чем они конкретно заказала курочка приятного аппетита а потом мы с тобой еще камеру поставим и запишем четырехчасовой разбор того как они постоянно во всем ошибаются лайк подписка за разбор о да реально сейчас будет разбор как они будут ошибаться смотрите-ка прям доставьте сайте лайки господа если вы где смотрите подпишитесь везде подпишитесь вот это 101 своей функции не выполняет а надо было бы сейчас покидать что ссылочка на телеграмчик ссылочку на бусте везде а подсуетился попку свою карамельную поднял взял кинул в чатик нет что все не саму делать это вот вк лайф там проходят стримы и там мы там же смотрим периодически фильмы тоже подпишитесь чтобы вам давление приходили мало ли все закроет а там все останется потому что русский ресурс наш ресурс также смотрите есть чем еще есть у нас есть замечательный прекрасный во донаты не так страшно а вот из телеграм-канал на самом деле у этого телеграм-канала есть еще отдельный чатик в который тоже надо подписаться чтобы вы видели другие сообщения которые не привязаны комментарии тоже хорошо бы это сделать вот он чё еще чё еще у нас есть ну и пусть и конечно же пусть и отличный пусть и вы подписаны на пусть и имеете доступ к записям просмотром с просмотром фильмов с обсуждением в прямом эфире с кем-то короче интерактивная рецензия где такое еще есть кто вам как-то фильм отрецензирует в в онлайне лучший контент вообще в рунете силен тюма вы не подписывайтесь никуда вот он бусти сейчас все все дублирую еще в этот самый youtube не забудьте подписаться господа это важно давайте собираться вместе надо формировать качан погнали лгбт-геймс сосед по полной приветствую вас дорогие обзор на так на тарков у них кау и конечно остальные на те школьников которые потратили полторашку и жалуются что игра не ведет его записью может быть друзья несколько несколько в таркове не нравится сеттинг который чем-то мне напоминает какой-то сталкер вот и поэтому я выбрал конечно хант шаудаун может быть на следующей неделе перетащу к себе ком и может быть все сделаем склад из двух человек еще со мной и поиграем ну либо в пиратов большое спасибо что подключились и сегодня мы вам расскажем про наши самые большие разочарования в двадцать втором году и говорить мы будем естественно про игры и сразу отмечу что есть большая разница между разочарованием и просто плохой игрой мы не будем вспоминать какую-нибудь там сенс рояль и готэм найтс или гангрей в горы это просто ну кстати да это тоже логично разочарование немного другое то есть ты знал что игра говно то есть ты знал что ведьма говно то ты не разочаровываешься потому что ты никогда не очаровывался красные неадекватные проходные продукты на которые ни в коем случае не стоит обращать своего внимания мы вам про них рассказать для меня наверно самым большим разочарованием из того что поиграл было все таки от создателей дэдспейса в общем вы поняли далее в обзорах я надеюсь внимание вы даже название забыл не обракали калика листа протокол вот вообще просто я не понял кто эту игру делал как и видео летели но есть и другие игры которые вот немножечко но дотянуть бы но сделать что-то хорошее для каждого желательно для того чтобы как можно больше людей получала от проекта удовольствие но создатели как будто специально брали рациональное зерно заложенное в их проекте и коверкали его для того чтобы поджечь как можно больше задниц или же для того чтобы из жемчужины сделать просто пыль растереть это и развеять в грязь и так сегодня мы будем говорить про игры которые нас на самом деле вопрос что сложно понять что такое жемчужина потому что потому что что потому что нету фидбэка от реальных пользователей то есть сейчас нашу эро так сказать пользователи должны как-то контент должен быть такой пластичный вообще любой ресурс любой этом игра должна быть чем-то пластичным чтобы люди как-то сами в нее играли как хотели зачастую корпоративный ад все это убивает и и начну и поэтому много игр штамповок но сейчас как будет еще больше потому что сокращение сидела позволение миша позволяешь да позволяешь друзья лайк подписка и мы начинаем первые игры которые нас разочаровали эксклюзивы xbox которых не в которых нет игры от microsoft игры от microsoft да пять причин почему они не буду покупать xbox почему они всегда отская достающая платформа дело в том что компания microsoft в двадцатом году говорила нам ребята redfall starfield stalker 2 выйдет естественно у нас будет еще и какой-то там эксклюзив от белорусов на которые мы делаем большую ставку потому что ну старфилл только интересен ну что я думаю что это будет говнище есть такое предположение киберпанк реплейст называется не от microsoft это в геймпассе главное что проживая пурка кстати здравствуйте они заключили какое-то там соглашение компании microsoft кстати проживая попорка в к больше ничего выкладываться не будут и все записи которые есть в к будут удалены теперь записи просмотров будут доступны только на бусте и они уже активно зачищаются вычищаются говорила ребята warhammer 40 а dark type зуб даем на xbox и появится в итоге один обман за другим эта игра переехала этого не случилось это куда-то отложили черт его знает получим ли мы все обещанное на двадцать второй год блин я вот все мечтаю когда у меня появятся лишние деньги купить себе мини вот эту реплику официально от сеги сони и пройти там все соники вот это было бы круто и кстати наверное стоит поиграть в новый sonic но опять же тоже руки не доходят на бейнету пройти 23 ох не мама в этом году но их кстати реально кинули то есть я бы какой-то коллективный исход сделал бы на месте подписчиков вот этого сервиса xbox как он называется потому что типа столько обещания где все это окс в целом как платформа для фанатов стала большим огромным я бы сказал разочарованием если мы посмотрим какие игры вышли от microsoft то они настолько маленькие неприметные что над ними хихикают даже маленькие и неприметные зачем если есть эмулятор там такие же как бы контроллеры как они в оригинале и скорее всего input lag он тоже будет уменьшен то есть ощущения будут переданы максимально близкие а мне вот это какая-то аутентичность восприятия почему-то очень важна не знаю даже почему инди издатели мол и это большая корпорация и ну кстати говоря silk song прям я вот ее жду может быть вообще единственная игра которую я жду это махина которая собирается потому что hollow knight это восторг был просто это офигенский вообще двухмерные платформер метроид вания с таким атмосферой соуса как будто умирание и проклятого мира круто сделано очень компактно очень приятно играется платить 70 миллиардов бобби котику чтобы тот отдал им activision blizzard не смешно фил спенсер и именно поэтому не случившиеся игры от microsoft это главное мое лично разочарование 22 года я думал вот наконец-то да понятно что мир мир мица понятно что они запускают через эмулятор но есть все равно ощущение какой-то аутентичности потому что там как-то как-то это ну есть контроллер хотя бы который реализован также асмосферой азиатской кухни у нас тоже мир проклятый да особенно мой децелл короче сомневаюсь но не децелл скорее всего не нравится не понравится из-за стилистики появится вот выйдет стартфилд и в одно лицо размажет и гран туризма 7 и храйзен фобиден вест и году фору надает тумаков не случилось кстати а вполне кстати даже не понимаю чем может стартфилд так сказать заполучить внимание за чтобы захотелось него играть что должно быть такое пока выглядит какой-то как обычная фантастика космоса нет какой-то загадочности который обычно в играх привлекает если стартфилд оправдается если окажется такой же глобальной игрой как и сложной игрой как и даже если окажется что это опять игра на века на десятилетия вперед почему нет но не случилось черт его знает почему все планы филоспенсера летят в трубу прям как у меня кривой зубы что-то надо с этим делать я не хочу чтобы 23 гор старательно убегает от свитков но я думаю что следующие свитки должны быть мега эпичные то есть это должно быть очень круто поэтому надо надо как бы накопить силу так сказать чтобы скастовать крутую игру снова чтобы который можно будет потом на микроволновке продавать фанаты бесерда умственно отсталые одно и то же говно жут уже 15 лет абсолютно еще бы съел бы моргин это проблема не бесерда это проблема игровой индустрии что ничего хорошего не уходит бесерда тем что скорее всего будет моддинг тот говорит я ненавижу моддинг терпеть не могу моддинг моддинг опять же вот это как это у меня есть любовь какой-то такой аутентичности то есть вот так вот задумали разработчики и так оно должно было быть я не люблю какие-то вот изменения которые портят что-то я даже люблю когда на айфоне иконки которые расставлены они расставлены как при успеху ты покупаешь айфон его активируешь и они вот стоят иконки я не люблю чтобы они меняли свое положение не знаю это на проблема большая а может быть во мне нет творчества тоже стал разочаровывающим и знаете что меня больше всего разочаровывает в этой ситуации что xbox то у меня остается платформы для мультиплатформы на нем запускали ты будешь играть вот на какой платформе ты поиграешь форспок и кстати двадцать третий год начинается опять же унизительно для корпорации microsoft в январе уже первые консольные эксклюзивы я с форспокен побегал но что-то что-то мне не очень понравилось даже не знаю почему вроде бы там ну прикольно красиво но что-то как как-то без души эксклюзив получает playstation 5 первый эксклюзив получает нинтендо свитч а фанаты иксбокс получают как обычно фанаты иксбокс как и все остальные получают ремейк датсблин я не представляю вообще имморжинировать людей фанатов иксбокс не могу есть только одна игра для которой я готов был бою который готов был купить иксбокс это этот самый пираты сио в зивс море воров вот это про зрителей которые воруют игры вот только только в нее готов поиграть а так остальное вообще не интересно то есть все хорошо у них относительно качества форспокен это еще не понятно кому больше повезло ремейк дэдспейса получат все и все будут им нас мне кажется между этими двумя челами когда-то будет страшный разгромный конфликт с ужасными сливами и и разрывом договаренности ну лишь бы это были слева не на лицо друг другу а тогда может быть но они уже давно знакомы с университета вода ну кроме нинтендо свич но там своя атмосфера вы как говорится понимаете следующий проект который нас очень сильно разочтать не понимаю вообще вот вот это я не понимаю чем может разочтать плактейл он абсолютно такой же как и первая часть типа как ровал это плактейл реквием да плактейл рек по сравнению с калисто протоколу плактейл мне доставил удовольствие сейчас хотя бы и он не затянут и там нет одинаковых боссов четыре раза к ряду все лайки моментально превращаются в дизлайки фанаты будут да как вы смеете это проект с душой проект с душой да душевное братик сестричка вот эти крыски да братик сестричка братик несводность действительно ради чего можно поиграть всего в дисп кататься на корабле под пистолетово этого как будто мало диралки нет ужас какой-то плактейл реквием для меня стал примером того когда больше не значит лучше мне в целом нравится эта первая часть плактейл инносенс несмотря на то что там и механика простая и очевидно что да они много что брали soft to last to fast но именно такая исторический сеттинг дает разнообразие то есть чем проблема last to fast это в безумном однообразии и отсутствие экскалации визуальной составляющей то есть тебя вот эти все поросшие дома здания поросший там стадион поросший аквапарк и то что это типа аквапарк или то что это торговый центр не как раджит я хотел бы вот единственная какая запоминающая вообще вещи в last of us была если кто играл наверно самое запоминающее это вот такой исследовательский центр где возле вот такого большого монстра собрались второй части в грибы в такого большого монстра я не помню как там назывался эта часть вот она запоминается потому что там есть какая-то таинственность ты видишь там ученые что-то они там расследовали что-то там изучали с этой плесенью вот и чуть-чуть что-то делали и в итоге вот какой-то гибрид такой странный там появился из-за того что там куча тел собралось это круто типа тебя как-то это поражает но она должна дальше идти она должна в безумие превращаться как есть в том же самом в блатборне то есть ты вроде бы начинаешь в каком-то таком в ярдоме где обычные зомбаки а потом тебе вообще границы кошмара показывают и это ужас который там случился то есть в этом плане соус игры и хороши то что у них есть эскалация визуального ряда игры то есть у тебя там с какого-то простого просто замка кстати это минус второго дарксолса да то что там замки 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 и вот это эскалации очень мало простого замка все превращается в какое-то просто безумие и предел мира какого-то там разваливающегося класс же я с подарением относилась к cocktail но иногда там бывают такие офигенные кадры акведук особенно запоминается ну он красивый в первую очередь такое приключение именно визуально разработчики не пытались в какую-то глубину окей это такое крепко сбитое умеренно продолжительное сюжетное приключение но в blacktail реквием разработчиков потянуло на масштаб и из-за этого вот они все это размазали и все это поехало короче при этом вот я просто к ряду прошел blacktail и коллиста протокола blacktail меня не задушил коллиста протокола мне уже как бы я даже сложность понизил чтобы пройти blacktail там типа такого прикольно какие-то проблемки туда-сюда моментов посвященных примитивному стелсу в трассе и стелс в общем-то во всех играх примитивные есть какая-то игра где стелс не примитивные вообще каким-то таким развитым стелсом в игре переизбыток примитивных головоломок в игре переизбыток тупых моментов когда просто надо таскать ящик с места на место в игре переизбыток моментов когда надо отгонять крыс используя источники огня в игре есть эффектные моменты связанные с постановкой но их мало в игре затянутый сверх драматичный сюжет который все сину облотнический превращается в поток нытья и соплей в том числе от этого дюго которого хочется прибить где-то к серии ну в принципе мои стримы это своего рода поток и не компании прибить кстати к середине компании хочется и разработчиков которые добавили очень много тупых прогулок с места на место без каких-то событий и даже зачастую я вот гулять люблю без интересных диалогов просто не проникся чем атмосферой как надо было проникаться атмосферой время прогулок ты не проникался не ну я пытался проникать предпосхищаю комментарии я пытался проникаться атмосферой но опять же вот смотри в году фор рагнарёк тоже есть и прогулки и сюжет который мне не нравится и такие вот спокойные моменты готов гор готов вор вообще не даже не собирался и толком ничего не происходит но потом начинается мощное задорное рубилово разных монстров сражение классные horizon for bidden west из наших лучших игр тоже там хватает проблем сюжетно-постановочной части но ты начинаешь драться с мехозаврами тебе хорошо а тут с одной стороны тебя душат сопля ну согласен кстати вот это вот так и охота понимание как заходится на этих монстров во всем случае в первой части она была реально прикольным и ты там исследовал разное оружие что можно его и так и сяк и то и и третье и второе и третье с ним сделать короче дофига что можно было сделать с этими динозаврами это это нравилось но сам сюжет безумно примитивным и кстати это меня толкнуло вообще сюжет первой части от игры во вторую и даже в двоце какой-то прям я не знаю которые лучше бы его там не было просто просто убивал динозавров и текли сценария а с другой стороны тебя душат примитивным стелсом в траве вот как-то да следующее разочарование и до этой игре мы посвятили немало ролика в двадцатом году потому что это blizzard потому что это дьявол и на этот раз это дьявол иммортал ну тут странно типа как вообще можно было разочароваться в дьявол иммортал потому что у меня не было вообще никаких ощущений что этот проект может хочешь как-то выстрелить и что-то хорошее с собой принести я установил и удалил все меня на дьявол иммортал были ну большие планы как у фаната дьявола во многом за того что наконец-то я типа могу взять дьявола с собой ну короче я скажу скачиваем контент дополнительный контент так будет лучше играть там в кроватке могу играть где-нибудь там в пути могу играть где хочу а там такой незатейливый процесс мой любимый некромант я буду качать некромант я буду потихоньку выбирать для него с этого и шмоточки лет через десять возможно соберу все легендарные шмотки и буду чувствовать себя очень хорошо но по какой-то причине компания blizzard заявила что извините но все эти тысячи сотрудников которые проживают у нас калифорнии не могут ничего они не могут поэтому проект diablo immortal мы отдаем руки китайской корпорации нет из и китайцы сделали свой diablo immortal китайские с китайской же системой монетизации а китайская система монетизации естественно завязана на гача то есть на лутбоксах то есть у вас каждый забег в подземелье с уничтожением боссов это по сути лутбокс и для того чтобы повысить шансы выпадения хорошего предмета вам естественно нужно донатить и донатить много вам нужно выбивать потизвездочные самоцветы которые становятся в основе билда вашего героя и потом эти самоцветы недостаточно просто выбить самоцвет его нужно прокачать а для того чтобы прокачать ему нужно скармливать другие пятизвездочные самоцветы это путь в никуда это демонстрация того что билд ты никогда в жизни собрать не сможешь это просто статистически типа геншин да мне кажется геншин люди мне нравится геншин собирать гарем типа это круто и невероятно потому как бы ты какие-то самоцветы собираешь нафига это нужно не понимаю подай там 0 0 0 0 1 какой-то процент вероятности а тебе их нужно несколько чтоб прокачать один а потом в него вставлять другие самоцветы йопсель-мопс лишь зачем вы это наградили это же чудовищно и чудовищно также представлять в реальной жизни то не собрать да нет тоже можно просто дорого в реальной жизни еще дороже будет чем в геншине геншин приколен что там многое позаимствована зельды которая breath of the wild и как бы вот это там есть момент исследования мира в дьявол то это просто это называется кликан слэш или как геншин и там есть всякие стихии которые вместе действуют все-таки слизана с зельды но но интересно но мило которая заключается в том что ты просто ходишь и снова и снова и снова убиваешь одинаковых боссов но проблема геншина то что я не могу не не могу то я не могу получить десятого персонажа которого я хочу потому что этот ивент уже прошел и я надеюсь что когда-нибудь появится и сможем будет знать его получить в общем это это минус и в итоге не хочу проходить игру не имея персонажей которые мне нравятся это промо в маленьких подземельцах это скучно кстати в целом считаю вот это интересная тема со сборкой гарема и примерно с такой идеей то игра которую мы хотим сделать инвестиции тот ручает с этой работой прекрасно справился бы любой бот сюжет в этой игре заканчивается очень быстро в сюжете есть моменты когда тебя заставляет нагриндить несколько уровней чтоб ты продвинулся дальше по сюжету нужно тебя как-то задержать нужно тебя приучать гринду играет блин был бы у меня больше времени мне нравится то что на нинтендо свитч есть диабло которые которые резуректы второе и я в него хочу поиграть это так прикольно типа валяться в кроватке играть в диабло полноценно в которой ты в детстве играл с хорошей графикой делает но времени не то в общем из диабло сделали очередную бессмысленную мобильную жвачку и один из худших за неделю мы делать не будем у нас восемь месяцев на продакшен до софт ланча но надо найти кто нам кто нам эти восемь месяцев оплатит и ну это типа там с сбором команды вот либо четырнадцать месяцев но за меньшую сумму диабло клонов на смартфонах потому что в то же самое время в двадцатом году на мобилках появился torchlight infinite который сделан получше на мой взгляд тогда же появился анде сэмбо который очень тоже жадный и требует от тебя капиталовложения для того чтобы сделать твою жизнь немного комфортнее но там нет лутбоксов слава тебе господи то есть ты в конечном итоге можешь раскачаться так что дорогие друзья ждем пасу вокзал мобайл и удаляем диабло иммортал со своих смартфонов не играл никогда в пасов эксайл что-то я посмотрел там какие-то схемы с этими самоцветами и прочим и я так подумал ой что там разбираться подобные это слишком много я очень люблю игры с каким-то таким безумно с большим порогом вхождения когда надо много читать много что понимаете заранее как-то изучать мне лень таким заниматься сейчас попробовал снова поиграть в киберпанк и я типа понял что не понимаю чем не качать там вот есть вот эти вот навыки а какого персонажа можно создать что тут хорошая как это работает и типа я не могу это получить попробовать заранее за цей поощрять нельзя ни в коем случае следующая игра которая стала нашим разочарованием это как ты смеешь декалиста протокол реально вот это реально типа это что такое кто это выпустил как это вообще-то по продакшен дошел в таком виде я не отказываюсь от своих слов к листа протокол мне в целом нравится это не плохая игра но это в то же время разочарование поскольку несмотря на моё специфическое отношение к дэдспейс все-таки от студии striking distance и самого глена скофилда дэдспейс я перед заказал мне не играл в первый дэдспейс будет приятно в ремастер ремейк поиграть попробовать заодно и так бы оттеняя в кускало от калиста протокола наверное мне он понравится мы ждали именно что дэдспейс 4 продолжателя идей дэдспейс возможно с какой-то своей но внятной ну топать там также можно по врагам из них лута упадает идея продолжается топание мощной ноги так сказать я бы сказал слоновые ноги которые которые давят всех хотя это это было же в действительно в сайлент хилле сайлент хилле четвертом там тоже главный герой просто давил каблуком сферой с интересным сюжетом ну пускай и не глубоким дэдспейсе нету какого-то многогранного сюжета но как ни крути в дэдспейсе есть неплохая интрига и очень годный финал и в целом игра так вот грамотно тебя в эту атмосферу корабля и шимура погружает и финале ты вот это вот все раскручивается очень и очень грамотно и эффектно ну и механика там настроена хорошо этакий резидент evil 4 2.0 с отрезанием конечностей противникам этим жутким некроморфом ну я ждал вот чего-то похожего я получил еще раз повторяю не скучный проект но я получил просто задорный боевичок коридорный задорный коридорный боевичок категории б с никакущим сюжетом с отсутствующей атмосферой и с проблемной боевой системой который не хватает важных элементов то есть гленсков который не работает там вообще типа она просто типа забагованная перезарядка смена оружия вообще рандомно просто работает не показалось дал ну да такой вот годный кровавый экшен повторюсь и типа а с офигенной логикой то есть там есть прокачка оружие ближнего боя но при этом ты боссов в ближнем бою не можешь атаковать что если я хотел билдь ближнего боя от поляков flying wild hok мне нравится больше и когда а когда жали в коутфир нет ни грамм об игре от создателя оригинального дэдспейс за как выяснилось сейчас 160 лимонов зелени мы естественно лимонов зелени я вам такую бы игру забрабахал за 160 лимонов зелени такую игру ведьмак бы вам он чего-то большего чем игру которая ну может поконкурировать с польским трешаком который ни на что в общем-то и не претендует с моей стороны я отмечу да наше кто-то не хочется без собирать не очень понравилась атмосфера к листа протокол мне нравится там быть мне нравится ходить по этим коридором не нравится не ни разу не душит вот эти бесконечные прогрузки которые за наградикой я не просто говорил что когда я куплю новую видеокарту первая игра которую я на ней запущу будет игра симулятор клиентского это протокол я хочу видеть весь этот графон на максимальных настройках со всей этой трассировкой потому что игра на самом деле очень достойно выглядит но поскольку покупка новейшей видеокарты откладывается до очевидно джефорсов какого-нибудь там 50 поколения естественная на топовую графику к листа протокол я буду смотреть очень нескоро ну и конечно нельзя не отметить то что финальная треть компании слито просто унитаз безобразно спланирована безобразно сделано безобразная подача финального сюжетного выверта такое ощущение что до последнего момента ну да там кстати все хорошо она неплохо работает до вот этих каких-то слепых зомби которые тоже с паломной механикой то есть ты к ним можешь просто в упор подойти у них даже там стелс не работает вообще непонятно вот и после этого все ломается как ты их встречаешь ну кстати ты мог сделать игру по помору топе с сюжета в машину не то бы никогда не узнал это не было даже понимание что они там делают и отписочку просто тут иллюминаты все придумали отличный блин план и до 4 одинаковых мини-босса с которыми на это же великолепно это вообще лучше дизайн в течение где-то полутора часов это позор этому нет оправдания реализация финального босса это почти позор такой вот примитивизм жуткий просто примитивизм безидейный примитивизм это тоже да блин последний босс это почти то же самое как вот эти мини-боссы только с другим скином почти финальная часть сюжета тоже кошмар просто откровенный намек на продолжение прям как в ауден ринге нет никак в ауден ринге в ауден ринге они хотя бы разряжены они как-то чередуются у тебя один был второй третий четвертый они одинаковые потом еще финальный босс который примерно так же действует нет это не то же самое в ауден ринге да надоедает однообразие в этом плане но зато там как бы большой мир все дела здесь коридоры коридоры в которых тебя по коридоре четыре одинаковых как бы противника друг за другом идут и ты как бы первый раз его одолел думаешь фу ну наверно больше это духотина не будет нет на еще думаешь ну ладно второй раз ну ну наверно ждать третий раз да третий раз есть действительно да но ты можешь ну третий раз то уже все хватит они тебе а еще четвертый ты же как бы не насладился а потом финальный босс под похожий в ауден ринге разве боссы повторяются но там есть некоторые которые два раза встречаются да дополнение ну имеется ввиду в каких-то там в опциональных пещерах можно ставить похожих боссов либо в кругах призыва такие где-то сражаешься аренах можно встретить похожих боссов но по прохождению так же нету и увидимся в дополнении и будет дополнение ну неизвестно будет или не будет то есть вот такая вот ситуация поэтому калиста протокол да это разочарование потому что от игры небезосновательно ожидали куда большего чем она в итоге смогла нам дать следующее разочарование это игры от корпорации sony о как интерес о так вот каком смысле это году фор рагнарёк мы уже много говорили меня не было мочарован чтобы разочаровываться опять же скажу потому что ну не нравится мига до фор типа вообще не нам не понравилось подачи сюжета персонажей то как в итоге это пришло к финалу нам не понравилось отсутствие конфликта в игре про рагнарёк где у нас участвуют скандинавские боги а здесь у нас назначают сразу вот плохой бог почему он плохой покажите почему он плохой потому что потому что все говорят что он плохой значит он плохой хорошо у нас есть еще игра под названием horizon forbidden west которая нам не понравилась почему опять же из-за деда рынка здесь как минимум за очень красивый эпичный файт с боссами которые метеорист превращает этот случай когда просторная локация нашли великолепное применение там прикольно что можно еще вызывать других помощников то есть вот такой аравой на него идете славная битва классно что это арена она типа пропитательной кровью да то есть там вот все заражено гнилью кровью и если ты отпускаешься в подземный город то ты понимаешь что вот эта кровь стекает там на другую локацию которая тоже в крови там там другой 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 босс другое существо существует в чем это прикольно вот эта многоэтажность мира которая активно была использовалась в dark souls первом то есть dark souls он такой мир имеет какую-то спиральную структуру да то есть там есть корни дерева само дерево город там где-то то есть они все как-то связаны и тут примерно схожие пытались сделать но конечно не так эпично как в dark souls но все равно молодцы уже это его много и он больше раздражает из-за того что тебе пытаются создать картину поста апокалиптичного мира где живут знаете ли веганы и ты такой думаешь ну ладно ребята успехов в выживании посмотрим чему вас это приведет я бы здесь сделал такую ремарку что разочарование не столько игры от sony игры то нам нравится сколько как сюжеты в блокбастерах от sony которые да все из себя такие раздутые овердраматичные все натянутые все вот на надрыве местами все про какое-то угнетение все про проблемы современного общества в декорациях вообще не сам они не показывают не угнетение не проблем современного общества там какой-то лютый трэш например там была сцена когда дикарское племя одетая в наряды коренных жителей америки естественно мультикультурное такое вот племя одетая в наряды коренных жителей америки смотрит на голограммы американской военщины и делает вот так я такой твою мать нет если бы это был кодзима я бы это воспринимал как пост иронию пост мега супер иронию а здесь это просто как издевательство хотя в общем то многие сюжеты от калифории ну чё поделать кодзимы гений и сценаристов по другому восприниматься никак не могут но нет 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 поговорим мы не о God of War и не про Horizon Forbidden West это просто скажем так вишенки на торте главным блюдом являются игры которые компания Sony перевыпустила и поговорим мы о ремейке The Last of Us Part 1 нам там рассказывали ой мы пересмотрели пересобрали передумали переделали в итоге ты играешь в ту же самую игру с устаревшей игровой механикой с очень вялым темпом повествования эта механика такая же как и второй части причем это игра созданная для PlayStation 5 все это PlayStation 5 эксклюзив соответственно можно в Дастеринге есть женщина президента Америки это постороннее смешно ну да ну там она такая типа неоднозначная вообще фигура и сущность она и не совсем обычный человек было убрать все эти невидимые загрузки когда бедный Джоэл вынужден таскать ящики дергать плотик искать какие-то досочки куда-нибудь пролазить кого-нибудь куда-нибудь подсаживать этих моментов слишком много раньше когда ты играл особенно на PlayStation 3 ты играешь еще с PlayStation 3 ты понимал почему это сделано невидимая загрузка хорошо что авторы постарались сделали избавили меня от черного экрана сделали такую вот анимацию на PlayStation 4 я тоже понимал хорошо там этот HDD который намного хуже SSD соответственно нужна была невидимая загрузка на PlayStation 5 от 75 процентов вот этих вот моментов можно было бы отказаться кроме этого геймплей у нас только что недавно был The Last of Us Part 2 вторая часть где они доработали сильно доработали механику Part 1 и когда я играл в Part 1 я нажимал на такие же скобки и они не работали почему потому что там все было сделано удобно и классно то у вас то у вас не надо браться в траве ага не надо там у героинь было очень много возможностей которые применялись во время стелса здесь у Джоэла толком то никаких возможностей нет он берет кирпич и начинает этот кирпич бросать в противника на этом все не ну и там есть оружие есть какие-то там зачатки в прокате этого самого оружия на разнообразие поединков это никак не влияет да и поединков там очень мало ой там поединков очень много они душные еще враги еще враги вот проблема у всех разработчиков это кстати часто бывает в играх от Sony реально что они не могут успокоиться ты типа играешь в Uncharted типа вот прибежали вот эти люди с автоматами ты их прострелял потом они еще прибежали да хватит уже да я понял вы не дарите мне какой-то новый опыт будешь этой дорогой избитого кирпича видишь финальную сцену вздыхаешь и говоришь не ну сюжет то в общем то классный актер нет сейчас реально это можно убрать и Денис Дэйкс это правда все хорошо ССД типа может все подкружаться достаточно быстро но понятно что это старая игра и настолько глубоко видимо переписывать код они не хотели но лучше этот сюжет наверное посмотрю в формате сериала от HBO который уже начал выходить который мы смотрели вчера первую серию а еще у опытного выживальщика заточки для стелс-убийств ломаются и это бесит конечно же плюс к этому компания Sony сделала ремейк продавала его за 70 долларов но избавила нас от мультиплеера мультиплеер да который был крут он был интересен особенно сейчас это был стелс мультиплеер между двумя отрядами когда группы должны были аккуратно рассредоточиваться на уровне искать разнообразные материалы крафтить там бомбы и мины устраивать ловушки друг другу это была очень годная игра с хорошей системой прогрессии но но его так Oculus Quest который собственно работает без включения компьютера он очень бюджетный он стоит там тысяч двадцать двадцать и это в целом хороший опыт особенно для порно с вас 70 долларов я честно говоря подобное решение не понял то есть эта игра которая на данный момент на мой взгляд плохо сохранилась сюжет пожалуйста вон HBO показывает и вовсе не обязательно тратить время на этот геймплей и плюс еще одна игра Sony меня немного расстроил дешевле только кардборды знаете на так сказать заре когда VR развивался VR реализовывался через обычный телефон то есть он ставил картонную коробочку которая там резинки к тебе приставлялся и здесь на телефоне соответственно была картинка для правого левого глаза сделана вот это самый вообще бюджетный вариант для порта тоже хватит но я просто говорю что даже в God of War Ragnarok который чисто для PS5 разрабатывается нет он не God of War Ragnarok вышел под PS4 поэтому не разрабатывался под PS5 поэтому Dennis DX вы не правы поэтому там этих загрузок много и это сделано тупо и ты понимаешь что это авизм это Uncharted 4 который вышел на ПК безобразный порт с очень удручающей оптимизацией и плюс то есть God of War Ragnarok это не next gen в том плане в котором он может быть то есть этот самый Plague T он в большем степени next gen чем God of War вообще всем рекомендую поиграть в Returnal поэтому Uncharted 4 куда подевали три части разработчики нам говорили ну вы знаете первые три части плохо сохранились у них уже графика не та при этом не так давно они переиздали The Nathan Drake Collection на PlayStation 4 и там почему-то графика прекрасно воспринималась все хорошо если вы посмотрите прохождение вот этого Nathan Drake Collection отлично воспринимается великолепная графика не супер пупер не современный уровень не Uncharted 4 но все равно достойно смотрится почему все это в один сборник блин не запихнуть для того чтобы у людей было понимать ну видимо да а кто такой Nathan Drake почему ему скучно со своей женой и да возможно некоторые элементы из оригинальных Uncharted сохранились не очень хорошо да игры времен PlayStation 3 не все великолепно сохранились Last of Us 1 не даст соврать но тем не менее это был бы законченный комплект это были бы все приключения Натана Дрейка в одной коробке а не так что пользователь ПК незнакомый с оригинальными тремя частями запускает эту игру такой чё почему что это за старый и да тянется до первого серьезного противостояния и не понимает что происходит следующая игра которая тоже нас не слабо разочаровала это Мишина Боль он ожидал нормальный сюжет в духе дети против волшебников а ему туда добавили какую-то гонку да речь идет о Need for Speed Unbound да неожиданный такой проект я вообще не понимаю удовольствие играть в гонки как-то никогда в них не играл поэтому мне тоже сложно у них разочароваться хотя казалось бы ему самое место в списке дно дна но нет студия Criterion в этот раз в принципе смогла хорошо сделать механику аркадных гонок пускай с характерными для таких проектов допущениями типа жульнического искусственного интеллекта который от тебя уезжает как от стоячего потому что ему так захотелось но тем не менее как гонки Саверен Грей здравствуйте ну как отдыхаем смотрим видосик который заказали заказывайте видео предлагайте варианты в будущем Sony будет как коробка без экзов вряд ли я думаю что экзов будет довольно большое количество плюс еще непонятно судьба следующей части была отборена вот гонки в Need for Speed and Bound они ж блин работали они ж блин меня увлекали они ж вызывали и вроде бы этот самый Кодзима следующий будет каким-то временным эксклюзивом хотя бы у меня азарт они ж вызывали у меня желание таки обогнать этот драный искусственный интеллект показать этим жуликам их место заставить их хавать пыль я получал удовольствие от гонок периодически когда забывал про убогую размазанную систему прогрессии про отвратительный гринд кто-нибудь из моих зрителей любит гонки кто вообще в какие гоночки обычно кайфу кайфули ловит в каких гоночках и про одинаковые погони с копами опять же погони с копами на 4 и 5 звездах напряженные классные но система здесь настроена так что этих погонь очень и очень много и они быстро задалбывают если бы вот анбаум подкрутить причесать привести в порядок получилось бы хорошее аркадное димон тире терешкин да правильно я прочитал на этот раз а здравствуйте сюжет поменять не хотелось сюжет тоже я не хочу про него говорить а визуальный стиль персонажа терешки потому что визуальный стиль и гонщик нелегальный самой игры это нормальный персонажи там зачем-то взяты из дети против волшебников странное решение ну допустим но твою душу я думаю должен согревать тот факт что группа разработчиков NFS Unbound потеряла своих лидеров они были уволены нахрен и по делам да вскоре после релиза игры студии Criterion ушло сразу несколько какие они жестокие вот люди теряют работу они так вот относятся для кого-то может быть вообще трагедия работали над разными проектами я уже говорил я не хочу видеть продолжение Unbound я не хочу видеть куда Electronic Arts ведет эту серию Need for Speed пускай оно ее уже закончит пускай оно ее отменит Миша они не просто так покупали компанию Codemaster со всеми их гоночными брендами все эти студии теперь будут заниматься не всякими гридами и дертами они теперь будут заниматься Need for Speed и выпускать по одной части или даже по две части каждый год про Codemasters как-то забыл внезапно не кстати в таком формате ладно хорошо в таком формате если серия Need for Speed получит свежую кровь новые студии подключатся вдруг что-то внятное получится свежая кровь Николас Кейдж вроде дракон это смешно нормально видели уже эту трагедию прекрасно ай Огонь Кейдж как всегда на высоте естественно итак следующее разочарование да но очень нетипичное потому что у нас не было обзора этой игры а я очень хотел сделать ее обзор но к сожалению не смог она меня утомила так что я не могу себя заставить больше в нее играть а ты не можешь сделать обзор если ты не прошел игру до конца как ты ее пройдешь блин если это сестенка сраная тебе нужно снова и снова делать одно и то же для получения какой-то мизерной награды речь идет дорогие друзья о Warhammer 40 Dark Tide блин я искренне хотел полюбить эту игру я искренне наслаждался пребыванием на этой планете улья я очень хотел чтобы эта игра меня затянула на десятки часов но по какой-то причине создатели Warhammer Vermintide решили поспешить как они потом признались они сказали ну вы знаете вот мы сделали игру в такую вот незаконченную с очень ограниченными возможностями с зачем вообще ну понятно их менеджмент терапил это все понятно как это делается очень маленькая система прокачки развития с очень небольшим набором оружия и в общем-то героев и кастомизация внешнего вида у нас это будет платно потому что у нас это мультиплеер да а раз мы делаем мультиплеерную игру то скажите спасибо что мы туда еще боевой пропуск не добавили но это пока черт его знает пока не кстати я начал потихоньку с товарищем играть в верминт не верминт а верминт верминт или как он там называется вот этот вот лутербокс шутер и в целом пока потихоньку заходит в начале казалось что говно полное но там есть какие-то разные вот эти вот миры и прочее сюжет тоже такой какой-то детский потому что разработчики вышли уже из анабиоза сказали мы многое поняли мы выпустили игру в незаконченном состоянии мы потом собрали за одним столом у нас был мозговой штурм и сейчас мы будем добавлять в игру столько всего разного я думаю что боевой пропуск ну мне кажется это вообще такая проблема с сионок что они всегда не особо доработаны не особо понятны вот хан тоже активно развивается и меняется и что новое добавляется я помню там сколько ну когда полтора года где-то в него назад начал играть сколько там было разных проблем там и прочего внутри там вход до интерфейса вообще какие-то такие нелепые баги были в интерфейсе и прочем и вроде бы все это потихоньку чинится доводится какого-то рабочего вида первым блин что они туда добавят но ладно посмотрим еще за дальнейшим развитием как сказали сами разработчики они не успевали они игру не доделали они ее не додумали но тем не менее выпустили так обзор называется разочарование 2022 года а что им еще обсуждать на иксбоксе они ее не выпустили а на пк выпустили схреново знаете что доработанные где все добавляет варта оптимизации с очень небольшим набором уровней с очень небольшим набором оружия с очень растянутой прокачкой с необходимостью снова и снова и снова бегать по одним и тем я не играл в тф2 никогда да игра в целом великолепная но контента очень мало контент тебе надоедает и кроме этого в этой игре очень плохо работает так сказать матчмейкинг подбор игроков тебя легко можно забросить команду низкоуровневых игроков которые не умеют играть но пошли на высокий уровень это скорее всего из-за того что в целом маленький онлайн сложности и в итоге ты сливаешь а там долгие загрузки очень долгие загрузки вот в ханте тоже с этим была проблема господи иисусе там тебя могут достаточно быстро порешать и потом ты ждешь эту загрузку это бесило но сейчас вроде их ускорили поменьше верминтайт и дарктайт плохие клоны left for dead лучше чем в escape room тарков не игрался и left for dead все таки долгие и поэтому это морбиус морбиус отвратительное скучное говно просто не смешное и никакое его было ужасно смотреть тебя раздражает вот ты бежишь двадцать минут там один забег двадцать тридцать минут и вот ты бежишь ты делаешь все но из-за того что один слился второй слился до свидания ты проигрываешь полчаса просто слитый в унитаз и так раз за разом раз за разом ты переключаешься на низкий уровень сложности а он тебя не развлекает потому что там враги уже тебе ничего не могут сделать и поэтому ты пытаешься найти какой-то уникальный баланс там пытаешься наверное завести каких-то друзей а друзья не заводятся потому что никто не хочет играть в это говно блин жизнь но у меня тоже нет друзей которые бы со мной играли все заняты все чуть-чуть какие-то дела всем оно уже надоело в общем вообще мне кажется я не залип еще в онлайн игры не только потому что у меня не было нормального компьютера а то что я не умею в интернете заводить друзей с которыми можно играть Вархаммер 40 от Darktide выпустили с визуальной стороны один из лучших проектов у нас было только небольшое комьюнити по игре в Don't Starve Together да по Вархаммеру великолепная визуализация Уля очень помпезно торжественно вот этот вот Вархаммеровский эпос которым ты хочешь да обмазываться в буквальном смысле великолепнейший саундтрек великолепный саундизайн с технической стороны с визуальной стороны все сделано круто но не доделали не додумали не дожали выпустили как есть тормоза покупайте новые видеокарты вот нафиг пройдите дорогие разработчики с таким подходом к аудитории так быть не должно доделайте ее сейчас доделай сам купи 4090 я купил игру я купил шкурку за 20 баксов я поддержал разработчиков я надеялся что эта игра для меня как для фаната Warhammer 40 станет любимым развлечением на ближайшие несколько лет а разработчики такие ну ты знаешь контент кончился делаешь не ну это в принципе нормально что что контент заканчивается и в сессионках его добавляют добавляют игра разрастается я уже не хочу я вот зельду запустил на нинтендо свитч перепрохожу во нормально блин надо а у меня я же отдал поиграться к релизу новой зельдочки и буду всем говорить вот ребята покупайте зельду законченный оптимизированный круто продуманный продукт я надеюсь а нинтендо возьмет и обделается никогда такого ну кстати интересно сможет ли нинтендо действительно обделаться нинтендо хорошо делает игры как то у них такое прям шедевр за шедевром не было никогда такого не было и вот опять в случае с нинтендо никакого опять нинтендо не лажает следующая игра разочарования которая очень расстроила Михаила это Густвая Токио да мне здесь очень обидно за студию Синди Миками а погодите что-то я слушал типа ты ходишь там призраков по Токио ловишь как ты их изгоняешь Ранее эта студия занималась диалогией за Ивл Визин и потом начала делать Густвая Токио и в Густвая Токио да господа если хотите заказывайте видео предлагайте варианты здесь до конца осталось еще 15 минут ровно заказать видео можно по ссылке на национальных ДНП они есть в описании 50 рублей 1 минута стоимость заказа также если можно активировать функцию за ваше здоровье это будет вне очереди под небольшой трек до 5 минут который вы тоже в комментарии можете указать вот и если ничего не будет мы перейдем потом к Лебедеву он как раз в очереди тут стоит будем смотреть новости с Артемией Лебедевым которые вышли 2 дня назад и задавайте вопросы конечно же спрашивайте и интересуйтесь интересные идеи там есть прикольная атмосфера вот этих японских городских легенд странные демоны очень странный такой вот антураж мира наводненного странными призраками и монстрами неплохая кстати боевая система которая режим верхнего интернета включить позволяет тебе прочувствовать себя боевым магом вот который пуляет в этих призраков всяко-разное заклинание блокирует удары да там такая вот прикольная боевые магии есть система да 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 вот где ты вот пускаешь призрака всякие заклинания ручками нуRA типа такого, да-да-да, что-то вот такое. Пулемётик. Да-да-да. Ну, что-то такое вот происходит. Но, к сожалению, да, наполнение мира это Ubisoft в худшем смысле этого слова. Там есть несколько прикольных побочек, но их мало. В основном ты зачищаешь иванпосты, занимаешься сбором ненужных вещей коллекционных. Сюжет очень скобный. Это шепу наученный майор Гендарь. Очень рваный. Смотрел ли фильм Эдвуд с Деппом? По-моему, смотрел. Не помню. Но мне он, скорее всего, не понравился, не запомнился. Раз я про него так скользь помню. По ощущению, будто это изначально был проект для VR на несколько часов. Скорее всего так и было. Учитывая, сколько там нужно крутить руками. Да, разрезать, делать такие вот движения, которые очень хорошо ложатся на систему управления. Кладутся они. Да, кладутся. Слушай, ну разработчики поклали на игровой дизайн, почему я должен соблюдать правила русского языка в их отношениях. Вот типа такого. Но, к сожалению, разработчики положили. Поклали. Да. На сценарий, на наполнение мира, да и на основную кампанию тоже. Она там непродолжительная и, повторюсь, скомканная. Но у этой игры есть трассировка лучей. Вау, она есть в Калисто Протоколе, она есть в Вархаммер Дарктайт, она есть в Плактейл Реквием. В общем-то, да, как говорится, видите трассировку лучей, которая, кстати, будет в Атоме Хард. Бегите. Будьте настороже. И следующая игра, разочарование, которая лично мне, да и в общем-то и не только, мне миллионам людей нанесла душевную травму, она вышла из-под руки Blizzard. А как может быть иначе? Overwatch 2. Компания Blizzard. Тоже не пробовал. Хотя, вроде бы, вот когда ко мне женщина приезжала, она сидела, играла и нравилась. Свою мать! Тысячи сотрудников, тысячи специалистов. Кстати, не самых... Ну, я не играл ни в первые, ни в вторые. ...высоко оплачиваемых специалистов. Дело в том, что недавно там в Калифорнии вывесили специальный табель о рангах, так сказать, кто лучше всего зарабатывает в игровой индустрии. Люди, которые работают в Blizzard, в одной из самых легендарных игровых компаний, зарабатывают чуть ли не в два раза меньше, чем... Да ну, удивительно, да, почему так? Как так? Почему в Blizzard зарабатывают люди меньше? Наверное, потому что в Blizzard престижно работать, и каждый второй хочет работать в Blizzard. Поэтому у них хороший пиар, и они могут платить меньше. Люди будут согласны работать, потому что я работаю в Blizzard. В Яндексе тоже мало платят, но зато после Яндекса вы можете устроить, куда хотите. Авервотч играет одной рукой, если что. Авервотч, а говноклон, Team Fortress, кстати. Bright Games, создатели League of Legends. Это вообще как? Это куда? В какую голову вообще помещается? Ну ладно, Бобикотик решил высосать все соки и все молочко из эльфий, вот этих вот. Игра Blizzard оказался калом, кто мог подумать. Ну, мне, опять же, по атмосфере в сессионках у меня уже все решено. Это Hunt, это, видимо, игра будет надолго. У меня там какие-то безумное количество часов наиграны у нее, поэтому... Будем всирать дальше свою жизнь на... World of Warcraft, да-да-да. Так вот, дело в том, что они долго разрабатывали Overwatch 2. Они его анонсировали 4 года назад. Его анонсировали как кооперативный продукт. Наконец, Overwatch 2 решили выпустить. И кооператива внезапно там не была обнаружена. Кооперативная кампания, ну, выйдет когда-нибудь. Она будет выходить по частям. Она будет выходить по частям. По мере готовности, глава за главой, к сезон, к сезону. А то, что нам выкатили, это просто переделанный мультиплеер из Overwatch 1. Только сейчас игра стала условно бесплатной. Раньше вы должны были купить Overwatch, а сейчас это условно бесплатный продукт. Раньше это были битвы 6 на 6, а сейчас битвы 5 на 5. И разработчики так ловко балансировали геймплей, так его изумительно сбалансировали, что когда игра вышла, им приходилось убирать героев на доработку, потому что они получались или слишком слабыми, или слишком сильными, или вообще забагованными. О чем говорили тестировщики за месяцы до релиза. Ну, Blizzard, выпустим как есть, доработаем потом как-нибудь. Будь что будет. Главное, что когда персонажей убирали, они продолжали продавать для них шкурки, потому что они изменили в том числе и систему монетизации. Они пошли навстречу игрокам. Они сказали, друзья, мы многое поняли, лутбоксы это зло. Вот вам боевой пропуск и платные шкурки. И если раньше человек, который играл в Overwatch не сразу, но все-таки мог получить желаемое, ему выпадали из лутбоксиков шкурки, легендарные, какие угодно. Его это развлекало. К чести Blizzard, лутбоксы, по крайней мере, как говорят поклонники Overwatch, были весьма щедрыми. Они не были такими вот ужасно манипулятивными. Ну, по крайней мере, после каких-то обновлений, насколько мне известно. Именно так. Я играл в Overwatch. Мне эта игра очень нравилась, пока не появился хомяк. Когда появился хомяк, я понял, что все, с игрой пора заканчивать, потому что разработчики не... Мне понравился хомяк. ...в какую сторону ее развивать. Хомяк это зло. Хомяк никак не вписывается в лор. Хомяка не должно быть. Мне в целом не нравится эклектика в играх Blizzard, и поэтому они меня не привлекают. То есть, меня это отпугивает. Собственно, почему мне и Fortnite какой-то не нравится, там тоже много эклектики. Вот. И в том же самом... ...Херстоуне тоже была куча эклектичного, какие-то там мемасики, шуточки. И я... Вот прям, прям такое мерзко. Мерзость. Никто прикасаться не хочется. Тем не менее, этот таран... Овервотча, да. ...появился, и благодаря ему я вылетел из этого Овервотч и больше не уделял ему никакого внимания. Но, тем не менее, фанаты сохранились. И, конечно, когда фанаты увидели подобный процесс, что раньше они могли получить легендарный скинчик бесплатно, да, приходилось повозиться, но, тем не менее, сейчас ты можешь его получить только за деньги. Или ты можешь гриндить, выполняя ежедневные, ежедневные активности. Но для того, чтобы накопить эту самую премиальную валюту, тебе нужно горбатиться на Овервотч 2 полгода или даже 8 месяцев, по-моему. 8 месяцев ты должен каждый день заходить, каждый день долбить эти активности и, наконец, купить какой-нибудь легендарный скинчик. Люди начали жаловаться. Люди говорят, верните лутбоксы. Люди жалуются в итоге на баллы. Ну, короче, людям всегда все не нравится. Что тут уж поделать? Люди жалуются на дизайн новых карт. Люди жалуются на систему прогрессии. Люди на релизе дополнительно жаловались на очереди, на падение серверов. В общем, люди жаловались. А когда ты... Вообще странно сессионки обсуждать. Типа их допилить, ну, хочешь. Просто надстрой... Это бесплатно, тем более. ...на старой игрой. Ты не можешь себе позволить, чтобы люди жаловались. Потому что Overwatch 2 это не более чем патч. Это не новая часть. Это обнова. Здесь не улучшили графику, не перелопатили интерфейс, не добавили каких-то радикально новых игровых режимов. Все осталось тем же самым. Новый контент мизерный. И это просто стыдно, что компания Blizzard сделала. Но опять же, это большой привет руководству... И вам должно быть стыдно. ...болт клала на фанатов. А зачем мы будем выпускать качественный продукт, если мы можем выпустить заготовку, а фанаты стерпят. Фанатов все стерпят. Кто до сих пор играет в Overwatch? Кто несет деньги Бобби Котику, несмотря на то, что Бобби Котик запретил вам нести ему деньги? Как вы смеете? Кто эти куколды? Есть в комментариях хоть кто? Воу-воу-воу. Кто-нибудь, блин? Своевые. Вот как это можно. Фанаты Blizzard, когда уже у вас проснется самоуважение? Играйте в Fortnite. Действительно. Team Swinny вас любит. Конечно. Играйте в Hunt, господа. Hunt не отказался от русского комьюнити. Разработчики Hunt ведут соцсети на русском языке, в ВК. Активно там что-то постят, рассказывают и прочее. Поддержим нормальных людей, кто не закрывает русские аккаунты. Во всех смыслах. Да. И последняя игра, которая нас очень сильно разочаровала. И сейчас, я уверен, посыпется вал негативных комментариев. Посыпется вал дизлайков. Но, друзья, это наше мнение. Это ладно наше мнение, это мнение Миши. Если что, то есть пол дизлайка, пожалуйста, пол дизлайка. В остальном-то я тоже как бы разделяю его мнение. Но я стою в стороне. То есть все какашки вот в эту сторону. Можно брать и обмазывать. Прошу, так сказать, мишень обрисована. Да, да, да. Сифу. Да. К Сифу у меня очень такое странное отношение. Оно колеблется между жгучей немцами. Тоже не играл, типа, не может быть разочарованием. Не знаю, типа, файтинги не мое. И таким вот уважением. Потому что говорить о том, что Сифу прям как-то беспросветно плоха, ну, я все-таки сейчас уже не могу. И вот отношение к Сифу, я бы сказал, со временем у меня менялось. Оно вот такое колеблющееся было. Потому что я вот после прохождения там Сифу ненавидел. Потом все-таки какие-то вещи принял, с какими-то смирился. И в итоге я пришел к пониманию того, что для меня Сифу это пример игры, которая рассыпается, для меня лично повторюсь, из-за одного элемента. И этот элемент это структура кампании. Здесь герой после смерти стареет. Если он становится слишком старым, он умирает. То есть, по сути, у тебя ограниченное количество жизней на всю кампанию. Здесь есть контрольные точки после каждой миссии. Но герой не молодеет с началом следующей миссии. А никто не молодеет. Жизненно, да. Естественно, соответственно, чтобы пройти кампанию, тебе надо выдолбить первый уровень практически без потерь. Второй уровень там с минимальными потерями. Третий, ну и так далее. Чтобы дотянуть стариков. Ну, мне просто не очень нравится в целом азиатская стилистика. То есть, какие-то там, не знаю, как это сказать. Эти вот драчливые боевики 80-х, 90-х. И это вообще не мое. Это всегда скуку навязало. Мыли молодым относительно до финала. И вот это вот задротство. Как вам суперход? Это что такое? В труктуре кампании я все-таки принять не смог. Я, в принципе, смеялся с боевой системой, которая тут очень сильно полагается на уклонение. И в битвах с боссами тебе надо запоминать именно удары противника, чтобы от них уклоняться, идти в контратаку и эффектно их избивать. Потому что с Сифу действительно есть крутые идеи. Я это уже не могу отрицать. Прикольная настроенная боевая система, ну, за пределами задротства на уклоне. Не сталкивался с такой игрой. С боссами. В целом, эффектные анимации. Вообще-то... А кто еще не отказался от юридского комьюнити-неймса-неймса? Такое вот ощущение крутых драк в стиле восточных фильмов здесь передано и передано классно. Но вот эта дебильная структура кампании вот в меня не попала. Вообще не попала. Я бы даже сказал, что здесь сражение с боссами прикольное, несмотря на явный акцент на вот это вот уклонение. Но нет, но не с такой структурой кампании. После релиза для Сифу, кстати, вышло обновление, которое добавило уровни сложности. Появился легкий уровень сложности и высокий уровень сложности. А вот этот вот базовый уровень сложности, который был на релизе и на котором я проходил, стал средним. А там появился режим сложности, чтобы герой не старел после смерти? Ни, к сожалению, не помню. Потому что так мне бы игра, наверное, тоже зашла. Меня она тоже конкретно расстраивала тем, что если ты сливался на каком-нибудь боссе или на каком-нибудь этапе, там же ты можешь еще не досмотреть, ты можешь что-то пропустить. Там камера тоже далеко не самая лучшая. Тебе может легко прилететь в голову. Как в соусах, это война с камерой на самом деле. Из той области, которую ты просто не замечаешь, соответственно, тебе приходится перепроходить чуть ли не всю игру заново. Зачем так было издеваться над людьми? Да, вот можно только нашу мысль из обзора повторить, что если бы Сифу было просто боевиком, битэмапом, линейным, на часов там 5, возможно 4, у меня бы, скорее всего, к этой игре было бы совершенно другое отношение. Возможно, я бы ее поставил в один ряд с черепашками Ниндзя, месть Шреддера, или даже выше, да, в Сифу. А мне, кстати, разочаровали черепашки Ниндзя вместе с Шреддера, мы их втроем проходили, они какие-то очень простые оказались, то есть, возможно, чтобы играть на самом высоком уровне, но я надеялся, что мы где-то там сольемся, в итоге мы там за один вечер просто прошли все, и что? Нет кооператива, но Сифу выглядит более-менее современно, в отличие от черепашек Ниндзя с их вездесущими пикселями. Но из-за вот этой вот системы кампании, которая растянула для меня приключения часов на 15-16, Сифу оказалось именно, что в списке разочарований. Кстати, а улицы Таркова появились в Escape from Tarkov в 22-м году или в 23-м? Не знаю. По-моему, в 23-м. Так что это будет главное разочарование 23-го года, дорогие друзья. Да. Или 22-го, я просто забыл, господи. Да, Анатолий точно мог бы сказать, что он еще остался. Escape from Tarkov это главное разочарование любого года. С 21-го, до 2-го, 23-го, 24-го коллектив Буянова, очевидно, не хочет учиться на своих ошибках. Да какие ошибки? Посмотрите на популярность игру на Твиче. Блин, раздули хайп, неизвестно вокруг чего. Что делать с этими фанатами Escape from Tarkov, я не знаю, их же не переубедить. И бесполезно переубеждать. Это все равно, что, я не знаю, переубедить гея в том, что товарищ в женщинах что-то есть. РКН вон пытается. Горбатую гору запретили. А здесь совпадение, блин. В общем, Виталик, как РКН, пытается убедить фанатов Escape from Tarkov, что они... Запретит пропаганду Escape from Tarkov на территории Ютуба. Пожалуйста, нам нужно это сделать. Нам нужно вернуть этих людей в лоно семьи. Да, пусть развлекаются. А потом займемся танкистами. Их тоже нужно вернуть в лоно семьи. Ты в курсе, кстати, сколько людей играет в World of Tanks? Там около 400 тысяч человек. Это только на российских серверах. Жесть просто. Вот они среди нас. Они среди нас. Танкисты в чате есть, кто играет в танки. Признавайтесь. Странно. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. У нас еще будут итоги по поводу событий 22-го года. А обсудить есть что. Так что подписывайтесь на этот канал. Поддержите этот ролик лайков. Там вы же здесь дизлайками. Я уже понял, что нахватаем сейчас за обе щеки. Ну и в целом мы выражаем преомега громаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают во время стримов. Или становятся нашими спонсорами через Бусти, через Ютубчик напрямую. Или через спонсору. Все ссылочки в описании. Пользуйтесь, чем вам удобнее. И пока. Надолго не расстаемся. Есть пробитие. Я думаю, Фил Спенсер, который, конечно же, подписан на наш канал, он специально не выпустил ни одной игры в 22-м году. Но он видел качество Starfield. Он понимал, что эти два придурка с камерой из Белоруссии обездают. Не, ну в принципе, если игры действительно недоделаны, то выпускать сыры явно не стоит. И опыт Киберпанка, я думаю, тут очень большую роль сыграл. Хотя они вроде как откатились. И сейчас такие белые, пушистые. ...внесут игру в список разочарований 22-го года. И решил не выпускать. Нет игры, нет проблемы, нет разочарования. Все хорошо. Ну разочарование, я думаю, когда в целом, что Киберпанк, не знаю, купился или нет. То есть сколько денег было вгрохано в разработку, сколько копий было продано, типа сошелся ли там дебет с кредитом. Пилос Пенсера своя уникальная тактика. Если ты что-то не делаешь, то тебя за это и критиковать не будут. Зато он сколько наград на получал. Ты видел? Сколько. У него там награда там от какого-то Нью-Йоркского какой-то игровой, что-то там, за вклад в игровую индустрию. И он вышел. Я такой думаю, вы бы постеснялись, блин, за вклад в игровую индустрию. Это как почетный Оскар. Вклад в чемоданы, которые Фил Спенсер им занес. Все хорошо, поэтому они довольны, Фил Спенсер доволен, Майкрософт довольна, еще там Сони довольны. Это вот курочки можно давать, сколько яичек там она снесла. Вот у нас курочка, которая больше всех. Возможно, даже золотое яичко какое-то. А здесь это, блин, петух. Ну, он ходит, он яркий, он кукарекает, рассказывает о том, как мы заживем. Но толку с него только, когда его ощипать, блин, и в суп положить. Вот только тогда что-то получится. Филя, судя по всему, это бройлерный петух. Он ест так, все шире и шире становится. Широкий Фил. Да-да-да, а за день до убоя возьмет и сдохнет. Вся индустрия ждет, когда наконец-то сайт Синаделла, глава Майкрософт, раскормит Фила Спенсера. Конечно же говорю, а за день до убоя Фил возьмет и сдохнет. Нормально, все хорошо. Тоже пойдет. Кто там будет разбираться? Конечно. Это как это юмор с нутками каннибализма. Нет, в этом всегда нужно представлять. То есть Фил Спенсер это петух, ну именно птица. В каком-то вроде птица. Сейчас у нас уже юмор с нотками запрета. С нотками с акрама. Да. Быстро прошли этот путь. Ладно, начинаем. Раз, два, три. Спасибо большое, ебдолюк. Заказывайте видео, предлагайте варианты, задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь, не стесняйтесь.